Знаете, я думала сейчас самое страшное это только заболеть ковидом. Но оказалось нет. Самое страшное это доехать из районного центра на скорой на КТ в город. Как в принципе и получилось с моей свекровью. Она заболела неделю назад и вот вчера ей стало хуже. Она пришла к себе туда в больницу с просьбой о том, чтобы ее повезли на КТ. Кое-как она этого добилась, но когда она села в скорую, начался просто тихий ужас. Они на скорости налетели на лежачий полицейский. В это время моя свекровь лежала на носилках. И вы представляете, она подпрыгнула с такой силой, что ударилась головой об потолок. У нее разлетелся телефон. На что, когда она сказала водителю, что можно везти как-то поаккуратнее, но нам и так плохо. Сказали, ну как можем, так и везем. А то можем вообще не довезти. Радуйся, что так везем. Ну а дальше началось все самое интересное. Когда они въехали в город, к водителю скорой подъехал его сын и сказал, что ему нужны какие-то запчасти на машину. Они высадили медсестру в больнице. Та заняла очередь на КТ. А так как пассажиры скорой с подозрением на ковид, их закрыли окна, ну двери все. И они катались в течение полутора часов по городу в поисках запчастей на машину. Вы себе представить можете? Я нет. Вся какое-то время медсестра позвонила этому водителю, сказала, ну где вы есть, наша очередь подходит. Когда скорая приехала, уже они пропустили свою очередь, и им пришлось еще ждать. На что свекровь сказала, что мне очень плохо, у нее уже температура 39, ну давайте что-нибудь, пожалуйста, сделаем. Ей сказали, выйди, полежи на травке и скажи спасибо вообще, что мы тебя довезли. После этого с мамой никто больше не разговаривал. Это было уже в 5 часов вечера. И вот с этого времени до 11 часов ночи искали, в какой больнице она находится. Нашли, но оказалось, что она лежит в реанимации. Ее просто бедную укатали и замучили. В больницу она уже поступила без сознания. Поэтому огромное спасибо водителю скорой Верхнихавской больницы, Кудинову Владимиру Дмитриевичу. Мы это так не оставим.